Чего-то уже слишком много людей фланится от различных мазозавров и других представителей подводного мира, по большей части именно мезозоя. Не считая, конечно же, мегалодона, который очень сильно распиарился из-за своих 18-сантиметровых зубов. Но мы сюда пришли не за популярностью, сегодня хотелось бы разобрать малоизвестных морских обитателей и выяснить, вправду в них нет ничего особенного, или же судьба матушка опять решила сыграть злую шутку. Если люди так сильно любят большие и одновременно зубастые штуки, то почему бы не уделить внимание представителю плеозавров, кронозавру? Посмотрев на него впервые, можно заметить необычайно длинный череп, длину которого оценивают примерно в районе 2-3 метров. Общие же размеры тоже показывают нехилые результаты, ведь 13 метров это много, или же мало. Чтобы в этом хоть как-нибудь разобраться, нужно сравнить кронозавра с другими плеозаврами. За основу возьмем всеми, наверное, известного предатора Икс, а если точнее, плеозавра Функи. Немного поизучав все животные, длину данного индивида оценивают в районе 10-13 метров. А как мы ранее узнали, кронозавр тоже достигал 13 метров, так это что получается, они сопоставимы друг другу? Тут дело все в том, что хоть и череп был довольно длинным для плеозавра, шея кронозавра была короткая. Проще говоря, компенсация короткой шеи длинным черепом. Да и странно, что рептилия с непропорционально огромной головой вела образ жизни походящей на современного дельфина косатку. Навряд ли, что кронозавры охотились или жили в стаях, но образ жизни поверхностного существа определенно имелся. Многие, наверное, могли подумать о том, что кронозавр время от времени выпрыгивал из воды, чтобы поймать рядом пролетающего птерозавра. Увы, но примитивное строение хвоста плеозавра не позволило бы вытолкнуть такую здоровую тушу, а лассы были приспособлены только для быстрого плавания. Но я не исключаю небольшие выпрыгивания, но не так же, как у косатки. Зубы кронозавра имели коническую форму, однако они не имели режущих кромок. Всё это столкнуло на мысль, что зубы использовались для удержания добычи. А если подытожить, то кронозавр достигал немаленьких размеров, имел непропорционально огромную голову, оснащённую коническими зубами, которые, скорее всего, использовались для удержания добычи из-за отсутствия режущих кромок. А ласты использовались, очевидно, для быстрого плавания. Далее у нас идёт представитель рода ихтиозавров, а также самый опасный морской хищник юрского периода – темнодантозавр. Если посмотреть с одной стороны, то строение тела данного ихтиозавра мало чем отличается от того же шанезавра, но для начала стоит посмотреть на глаза темнодантозавра. Диаметр глаз, крупнее которых не было больше ни у одного позвоночного, составлял 20 сантиметров. А если глазки были такими большими, то и размер должен быть немаленьким. Максимальную длину темнодантозавра оценивают от 9 до 12 метров. Это, конечно, немалая рыбёха, но по сравнению с 15-метровым шанезавром, такой размер навряд ли будет устрашающим. Зубы, строение тела и хвоста были характерны для ихтиозавров юрского периода, а ласты помогали быстро плавать, несмотря на 8-тонный вес. Также стоит сказать, что окаменелые останки темнодантозавров были обнаружены на территории современных Германии и Великобритании. А если честно, это всё, что можно было сказать о темнодантозавре ввиду своей плохо изученности и малопопулярности. Хоть этот ихтиозаврик плохо изучен, упомянуть его было бы неправильно. Если мы ранее заговорили о представителях плеозавров и ихтиозавров, то стоит упомянуть и плезиозавров, а именно макроплату. Эта большая пластина, ввиду своих иглообразных зубов, скорее всего охотилась на рыб. Из-за своей относительно маленькой головы и слабых челюстей, макроплата явно не охотилась на добычу больше 4 метров. А при весе в 450 килограммов могла быстро уплыть от опасности, благодаря своим мощным передним ластам. Из этого всего наблюдается пассивный образ жизни и маловероятная активная охота на рыб. Если сравнивать макроплату с другими пловцами юрского периода, то данный плеозавр является самым быстрым. Видите ли, из-за своих невероятно длинных плечевых костей, а также крепления на них довольно сильных мышц, всё это говорит нам о том, что макроплата довольно быстро плавала. А то, что данный плеозавр вёл неактивную охоту, слишком громко сказано, так как стратегия охоты на рыб макроплата не похожа ни на плеозавра, ни на плезиозавра. Есть гипотеза, что она плавала вокруг стаи рыб и ловила тех особей, которые выбивались из ритма движения всего косяка, либо, используя свою скорость, врывала в косяк рыб и хватало их, прежде чем они успевали сменить направление. Быстрый плезиозавр-рыбоед и собственные стратегии охоты. По-моему, отличная комбинация. Есть, конечно, ещё один немалый интересный морской обитатель, но о нём уже сделали информативное видео, которое я вам настоятельно рекомендую посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok